Всем привет! Меня зовут Лариса и еще со мной в команде есть Настя. Мы вместе работаем ведущими на телеканале. Но вот отдыхаем обычно отдельно. Наверное, все-таки как-то во вкусах не совпадаем. Дело в том, что Настя, она больше срыви голова, а я хоть и не жена и не девушка-олигарха пока еще. Но предпочитаю все-таки более комфортный отдых со звездочками, так сказать. К чему это я? Дело в том, что мы очень надеемся, что по программе 80Е вокруг Евро поедем именно мы. Настя, может быть в этом месте вставить мордочку котика и Шрека? Кто поможет? Мы очень хотим поехать в Нидерланды вместе. Почему? Потому что лучше Настя об этом расскажет, так как я закрылась в студии всего лишь на 5 минут для того, чтобы записать эту невероятно содержательную презентацию. На самом деле, я сейчас уже опаздываю на съемки. Кстати, Дима, не забудь положить петличку. Настя сейчас находится в отпуске на Кипре. Что она там делает, она расскажет вам сама. Но мне уже нужно бежать, так что пока-пока. Чао. Вы спросите, почему на Кипре, что тут делать в феврале? Почему не лыжи и горы? Почему не Египет и пляжи? Почему не диваны, сериалы? Ну, на самом деле, ребята, никогда ведь не знаешь, когда тебе придется встреча с чем-то удивительным. Вот я, например, всегда хотела увидеть розового фламинго. И там, где я сейчас нахожусь, на соленом озере в Ларнике, как раз на зиму прилетают эти удивительные красивые птицы зимовать. Если вы хотите получить от путешествия какие-то сильные эмоции, впечатления, необычные, новые, яркие, то никогда не надо идти по каким-то продаленным маршрутам. Если у вас есть какая-то мечта увидеть розового фламинго, я не знаю, какого-то индийского слона, там, поучаствовать в каком-то обряде индейцев, просто едьте туда. Если мы сможем поучаствовать в проекте «За 80 Е» вокруг Евро, то мы бы хотели поехать в Нидерланды в апреле и отснять все, что там происходит. А там происходит очень много всего. Тюльпаны цветут. Велосипедисты участвуют в одной из самых сложных велосипедных гонок мира. Цветочные платформы идут на цветочном параде огромное количество километров по своему маршруту. В общем, в Нидерландах в апреле очень интересно, и мы хотим вам об этом рассказать. Продолжение следует...